Многие задаются вопросом, стоит ли куда-либо выезжать в текущих условиях. Конечно, в дальнюю дорогу рискнет отправиться не каждый, но раз открыты междугородные сообщения, возникают вопросы по правилам и требованиям на вокзалах и в пути. Ведь сейчас самое главное – придерживаться принципа от самоизоляции к самосохранению. По словам главного санитарного врача, меры карантины должны соблюдаться очень строго. Водители, кондукторы и проводники должны соблюдать карантинные требования. Соблюдаются ли они, мы сейчас узнаем у пассажиров. Какие санитарные требования соблюдались в поезде? Все убирались, все нормально. Все меры соблюдались. Масочный режим, дистанция, все было. Масочный режим, полотенце, все есть, не знаю, все требования соблюдаются. Все санитарные нормы соблюдаются. Все санитарные, ну, дезинфекции, дезинфекции на работе, антисептики, перчатки. Чисто, все аккуратно, персонал хороший, обслуживающий, все санитарные нормы соблюдаются, все в масках, везде антисептик. Чистота, порядок, приятно ехать. Карантин у нас на высшем уровне, все порядки соблюдают. И мы тоже стараемся, чтобы все хорошо у нас было. В масках сели, антисептики у нас есть. Все нормы соблюдаем. На сегодняшний день Кокшетовском железнодорожном вокзале курсирует 18 пар поездов. При входе на вокзал у каждого человека проверяется температура и после по установленному коридору они проходят в поезд, где также проводниками проводится термометрия. Администрация ЖД вокзала отмечает, что для пассажиров нет никаких ограничений. Справки предоставлять не нужно, важно только соблюдать санитарные нормы, соблюдать дистанцию и носить маски. По решению главного санитарного врача на транспорте из курсирующих 36 пар поездов по станции Кокшетов были отменены 4 электропоезда, то есть пригородного сообщения. Также были отменены поезда, курсирующие на Омск, Бишкек, Казань. По Казахстану, значит, был отменен поезд 47-й Астана-Нурлужол-Атарау. Пассажиры могут ездить без справок, то есть как они раньше ездили, так и ездят, никаких ограничений нет. Они при входе на вокзал проверяются на термометрии и по установленному коридору проходят в поезд. В поездах их тоже проверяет проводник, рассаживает их, так как нет у нас общих вагонов, то есть там соблюдается дистанция между пассажирами. Также в городе возобновлено движение общественного транспорта. Заполняемость в городских автобусах строго по числу посадочных мест. При этом обязательно необходимо соблюдать санитарные нормы. Встановление главного санитарного врача по Кмалинской области по поэтапному смягчению разрешить работу автобусного парка общественного транспорта на линии с максимальным выходом на линию автобусов, с равномерным движением, графиком движения. Все эти меры соблюдаются. График работы у нас с 7 часов утра до 9 часов вечера. В выходные дни сейчас работа будет приостанавливаться в данное время. До какого момента, мы пока не знаем. Карантинные требования будут постепенно ослаблены. В новом постановлении главного санитарного врача Кмалинской области также учтены вопросы общественного транспорта. По вопросу движения общественного транспорта, авиарейсов, на сегодня, согласно постановлению главного госсанитарного врача республики, объявлены ограничительные мероприятия по международным рейсам. Сейчас делятся на две категории. Первая категория – это страны, куда возобновлены международные авиарейсы. Это Китайская народная республика, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Турция, Египет, Украина, Нидерланды, Россия. Пассажиры, которые вылетают в эти страны и прибывают в эти страны, проходят термометрию и анкетирование. По второй категории – это Польша, Узбекистан, Таджикистан. Пассажиры, прибывающие в Республике Казахстан, проходят термометрию, анкетирование. У них должны быть на руках справки о прохождении теста на ковид с отрицательным результатом в течение не более пяти суток с момента пересечения государственной границы Республики Казахстан. При отсутствии справки они по месту пребывания проходят тестирование на ковид. По международному сообщению, железнодорожное сообщение остается, но количество маршрутов сокращено. Приостановлены пригородные пассажирские поезда, электрички, формирование общих вагонов, междугородных автобусов, микроавтобусов. Междугородные сообщения приостановлены. В 17 числа у нас автотранспорт движется в течение недели, в будние дни в обычном режиме, но с принятием карантинных мер. То есть должны быть обязательны в порядке водителей, кондукторы в масках, перчатках, должны быть антисептики, средства. На конечных остановках должна проводиться дезинфекция, в конце дня заключительная дезинфекция. По пассажирам обязательный вход в масках, соблюдение социальной дистанции. И количество пассажиров должно быть по количеству посадочных мест. Несмотря на то, что идет постепенное ослабление карантина, важно соблюдать масочный режим, а также в общественных местах использовать перчатки и антисептик. Ваше здоровье в ваших руках, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова